Дорогие, всем привет! Меня зовут Тоня, я модный блогер и стилист, и я очень рада приветствовать вас на своем канале. Вы долго ждали и дождались очередное видео с подборкой стилистических ошибок, с вещами-антитрендами. Не люблю это слово, но как по-другому назвать те элементы одежды, которые действительно морально устарели, а в каких-то случаях вообще откровенно портят весь образ. На моем канале набрался уже целый плейлист видео на эту тему, и я напомню, что никогда не повторяюсь, каждый раз это новые подборки, новые ошибки, поэтому очень рекомендую просмотреть все выпуски. В комментариях делитесь своими наблюдениями, приветственный лайк тоже можно поставить уже сейчас, и давайте уже начинать. Итак, в последнее время очень модно наслаивать вещи в своих образах. Мы, стилисты, рекомендуем это делать даже в летний период. Многослойность – это отличный всегда работающий прием для того, чтобы сделать образ более интересным и стильным. Поэтому первая стилистическая ошибка, которую я хочу сегодня выделить – это наслаивание слишком тонких, ну или вообще неподходящих материалов друг на друга. Конечно, летом это происходит чаще всего из-за более легких, тонких тканей. Если вы составляете подобный образ, вы должны понимать, что, к примеру, шелковое платье или платье из купры, еще и полуоблегающего кроя, надето поверх той же хлопковой рубашки, будет повторять рельеф как раз этого нижнего слоя. Поэтому, если планируете составить подобный образ, нужно обязательно учитывать этот момент. Во-первых, платье свободного фасона, если это неплотная ткань. Во-вторых, достаточно легкий, облегающий нижний слой. Кстати, в этом сезоне очень модно поддевать под те же бельевые платья простые белые майки. Таким способом очень легко трансформировать свое платье в бельевом стиле в такой повседневный, очень комфортный аутфит. Дополнить образ можно любыми кроссовками или сандалями на массивной подошве. Идем дальше. А на очереди у нас элемент женского гардероба, достойный звания абсолютный антитренд на долгие-долгие годы, я надеюсь. Короткие джинсовые шорты с рванностями, с необработанным краем и вот со всеми этими лохмотьями. Вот честно, даже не стало бы включать настолько очевидный антитренд в мою сегодняшнюю подборку. Но продолжаю замечать эту вещь не только в женских гардеробах, но и в магазинах, более того, в магазинах масс-маркета. В общем, от джинсовых шортов подобного плана нужно точно отказаться. Сегодня существует огромный выбор всевозможных шортов любой длины, любого кроя, в любом стиле. Причем дело здесь не в длине, а в совокупности всех вот этих деталей. Если вы любите длину мини, а сегодня она действительно очень актуальна, ну, выберите вот такие шорты свободного кроя, лаконичного фасона. И наоборот, необработанный край на джинсовых изделиях. Сегодня тоже популярная деталь, но тогда стильно и актуально будут смотреться шорты другой длины. Вот отличная модель. Очень трендовая этим летом модель. Я нашла ее в магазине Татика. Кстати, запоминать магазин, это тоже одна из моих таких находок, рекомендаций. Большой ассортимент как раз трендовых вещей, о которых так часто рассказываю в своих видео. У бренда Татика очень классный канал в инстаграме. Я очень советую вам подписаться. Канал ведет сама дизайнеры. Это больше такой формат от подруги, а не от магазина. Очень интересно. Одежда в Татика очень стильная и качественная. И сегодня я прям не могу с вами не поделиться своей находкой, от чего я осталась в восторге из новой коллекции. Это вот этот суперский мега стильный костюм. Брючный сет бомбического. Оттенка с жакетом, который состоит из двух очень модных сейчас элементов. Просто запредельный уровень практичности. Изделия, естественно, можно носить по отдельности, создавая стильные образы. Или сразу вместе, как оригинальный стильный жакет. Ну и, конечно, также в наличии пижамные костюмы, неотъемлемая часть летнего гардероба. В Татика они выполнены из легкой ткани, которая не электризуется, не мнется и не оставляет затяжек. Кстати, важный момент. В Татика можно найти очень классное, качественное белье по хорошей цене. Отлично садится на любые формы. Очень приятный материал. Такое белье прям очень сложно найти у российских брендов. Девочки, обязательно проверяйте. У нас с вами есть промокод на 5% скидку на весь ассортимент. Все ссылки я оставила в описании к видео. Идем дальше. Еще одна стилистическая ошибка, которая просто режет глаза. Это сочетание черных капроновых колготок с кроссовками. Черные капронки мы никогда не сочетаем ни с каким вообще видом кроссовок, кед и так далее. Конечно, более гармонично, скажем так, черные тонкие капронки смотрятся с черными кроссовками или черными кедами. Но это относится чисто вот к такому цветовому восприятию. Вообще, в принципе, сочетание черных капронок с кроссовками всегда смотрится, хотел сказать, стильно плохо. Поэтому, если вам хочется производить впечатление стильно человека, который разбирается так или иначе в модных гардеробных вопросах, таких сочетаний лучше не допускать. Есть огромное количество вариантов комфортной, удобной и в то же время модной обуви, которая классно сочетается в том числе с капронками. Лоферы, актуальные лодочки, кожаные мюли и так далее. Нам идем дальше. И еще одна стилистическая ошибка, которую я очень рекомендую избегать. Это любой перегруз в зоне декольте, особенно в летний период. Что я имею в виду? Когда мы надеваем жакет, пиджак, любой другой верхний слой летом, советую шею и зону декольте оставлять по максимуму открытой. Что я часто наблюдаю? Так как в моде сегодня какие-то романтические, очень женственные изделия, топы с валанами, с рюшами и другими девочкиными деталями, очень часто происходит такой перебор подобного декора. Нужно понимать, что те же валаны в верхней части платья или топа, это уже достаточно такой динамичный, характерный, акцентный элемент. Дополняя его украшением на шее, серьгами, несобранными волосами, да еще и верхним слоем, мы очень сильно утяжеляем верхнюю часть и буквально душим себя вот всеми этими деталями. Поэтому выбирая красивые, актуальные, я повторюсь сегодня, блузы, топы, платья с дополнительными деталями в верхней части, будьте осторожны с аксессуарами, украшениями, по возможности собирайте волосы, открывайте шею. Это всегда очень комплементарно влияет на силуэт и образ в целом. Иногда собрав образ даже из самых стильных, трендовых составляющих, но перегрузив вот эту часть, мы как раз и не получаем ожидаемого эффекта от образа. И кстати, раз мы сегодня в том числе говорим о вещах антитрендах, покажу вам пример вышедшей из моды уже очень давно рубашки с воротником стойкой, декорированным как раз таким мелким рюшем. На всякий случай напомню, что это как раз вариант морально устаревшей вещи, которая по-прежнему встречается в некоторых образах в роли нижнего слоя. Думаю, как раз за счет вот этого красивого верха, удушающего верха. Идем дальше. Следующий элемент женского гардероба, который точно простит и убивает напрочь модный градус любого образа, это брюки с цветочным принтом. Здесь важный момент. Я не имею в виду сейчас свободные брюки из легких летящих материалов, похожие на пижамные варианты и так далее. Брюки из плотной, иногда костюмной ткани, иногда это зауженные к щиколотке моделей. Какой бы верх вы не надели с этими брюками, как бы вы не пытались их реанимировать, спасти, стильного образа не получится. Они очень простят, чаще всего визуально увеличивают объемы, ну уж точно не украшают женскую фигуру. Ну и надо сказать, в данном случае форма цветка, размер цветка, вообще рисунок, его разнообразие, значение не имеет. Любой цветочный принт на таких брюках это неудачный вариант. Вообще нужно сказать, что несмотря на свою актуальность, особенно в летний период, цветочный принт является достаточно коварным принтом. Здесь правда важен грамотный подход к его выбору. Учитывается все, и размер цветка, и фасон одежды, на которой он присутствует, расцветка и так далее. И чаще всего, надо сказать, цветочный принт больше простит, чем украшает образ. Я, к примеру, рекомендую, если вам нравится одежда с таким пестрым, активным принтом, выбирать, например, вещи с рисунком монограмма. Например, как у Татика, вот этот великолепный сет из шелка, кстати. Такая одежда и платье, и те же брюки, кстати, смотрятся гораздо современнее и более стильно в составленных образах. Идем дальше, и сейчас я перечислю вам очередную подборку в подборке неактуальных топов, которые нереально портят любой летний образ. Ну, во-первых, наши любимые футболки. Очень много уже про них говорила, но каждый раз мне на глаза попадается что-то новенькое и очень сильно устаревшее. Вот и на этот раз покажу вам вот эту модель, которую точно нужно выкинуть, убрать из своего гардероба. Футболки вот с подобным сплошным рукавом. Для того, чтобы футболка смотрелась современно, рукав должен быть вточным. Даже если это футболка со спущенным плечом, что, в принципе, сегодня актуально, рукав все равно будет вточной. Просто шов будет находиться гораздо ниже. Подобная модель абсолютно точно устарела и каким-то невероятным просто образом простит и делает любой образ скучным, несовременным. Дальше, моя любимая модель в блуз. Вот подобное изделие с вырезом лодочка, среднего облигания, как правило, вот еще и таким пестрым принтом. И рукавом на резинке или с маленьким манжетиком. Ну, это совсем такой очевидный вариант, который почему-то все равно женщины продолжают приобретать в магазин. Все возможные легкие топы, блузы, опять же, с воротником, такой маленькой стойкой. Тоже та же история. Никакая другая составляющая образа не исправит ситуацию. Другой пример. Рубашечки, блузочки с ультракоротким куцым рукавчиком. Наверняка, глядя на этот пример, многие из вас ухмыльнулись, да кто же такое вообще покупает? Зачем нам такие очевидные вещи показывать? Поверьте, покупают и носят, и не понимают, что не так в образе. Ну, и еще один топ в этот список. Это трикотажный топ, лонгслив со свободным рукавом, который сужается к запястью. Рукав, летучая мышь. У меня как раз был случай с моей клиенткой, которую я консультирую онлайн. И в ее гардеробе мы как раз обнаружили вот такой верх, и она его сохранила, потому что сегодня в моде свободные фасоны, и как раз ее блуза вроде как отвечает вот этим модным тенденциям. Но, конечно, подобный лонгслив сегодня не актуален, и точно так же более незаметным образом понижает модный градус вашего наряда. Следующая стилистическая ошибка летнего сезона – это неверное сочетание цветов. Дело в том, что в теплый период времени особенной актуальностью пользуются пастельные оттенки. Так вот, пастельные оттенки прекрасно, легко, органично сочетаются между собой, с белым цветом, с многими оттенками бежевого. И если это яркий, насыщенный оттенок, то из одной растяжки цвета. Допустим, нежный лавандовый цвет можно смиксовать в одном образе с насыщенным фиолетовым. В остальных случаях, и это очень частая на самом деле ошибка, нежные пастельные оттенки очень сложно сочетаются с другими яркими, глубокими цветами. И в том числе с черным цветом. Это нужно учитывать, потому что при сочетании пастельного оттенка с ярким цветом нарушается гармония в вашем сочетании. А сочетание цвета в наших нарядах играет действительно важную роль. Кстати, девочки, при вступлении в мой закрытый клуб я дарю свой урок про цвет. Поэтому не упустите эту возможность и присоединяйтесь к нам сейчас. Напомню, что особенно актуален клуб для тех из вас, кто проживает за пределами Российской Федерации. Поэтому активные ссылки на все международные магазины вы можете найти именно там. Ну и куда же без обуви? Сегодня я тоже нашла для вас кое-что свеженькое, о чем не говорила ранее. В общем, любая модель обуви на пробковой танкетке сильно простит и делает летнее сочетание неактуальным. Опять же, несмотря на то, что танкетка, и я об этом рассказывала, вернулась на модный пьедестал. И сегодня это один из главных обувных трендов. Все-таки танкетка, танкетки рознь. И нужно понимать, что именно такая пробковая танкетка ничего общего с сегодняшними тенденциями не имеет. Если и хочется вот что-то подобное, то лучше выбрать обувь на танкетке из рафии и других плетеных материалов. Но те варианты выглядят по-другому. Ну и еще одна особенность обуви, про которую хочется сказать, это очень тонкая подошва. Особенно это касается кед. Почему я об этом вспомнила? Как раз недавно одна из девочек в закрытом клубе посылала фотографии из магазина. Именно этим мы там и занимаемся. И спрашивала, какие кеды ей выбрать. И вот многие из присланных мне моделей были, казалось бы, белого цвета, без каких-то лишних деталей. Абсолютно классическая минималистичная модель. Но что их отличало от актуальных вариантов? Как раз супер тонкая подошва. Тоже обращайте внимание на этот момент. Такой вот, казалось бы, незначительный, но на самом деле меняющий полностью впечатление от такой обуви. На этом у меня все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я оставила все ссылки на все самое интересное в описании к видео. В принципе, там всегда очень интересно и полезно. Там же ссылка на классный магазин Татика на их аккаунт в Инстаграме. Очень советую подписаться. Сейчас я реже появляюсь на канале, развиваю свой закрытый клуб в Телеграме, куда я всех вас приглашаю. Если, в общем, с подпиской вы приобретаете, ну, во-первых, подружку-стилист онлайн и возможность знакомиться, общаться и решать свои любые гардеробные вопросы. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, ставить лайк видео, если оно было полезным для вас. Оставляйте свои комментарии. Я всегда все читаю. Благодарю вас за них. Желаю вам всем прекрасных солнечных выходных и увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok